Уважаемые гости, жители Кубка. Нелегкая победа, тяжелый трофей. 19-килограммовый кубок Гагарина на сурской земле. Главный приз континентальной хоккейной лиги привез центральный нападающий Динамо Юрий Бабенко, воспитанник Пензенской школы хоккея. В этом сезоне столичная дружина, за которую выступал Юрий, стала чемпионом России и обладателем кубка. Всегда очень приятно возвращаться домой, а когда завоевываешь трофей, когда тебя так тепло встречают, это вдвойне приятнее. Надеюсь, что для юных воспитанников это будет огромный стимул, потому что, наверное, каждый хоккеист мечтает выиграть этот трофей, завоевать его. Кубок Гагарина сразу облепили маленькие хоккеисты. Для многих из них, уже познавших, пусть и на своем уровне, вкус заброшенных шайб и радость побед – это заветная мечта. Он такой громкий, и мне вот всегда нравился кубок Гагарина. В Пензу Юрий Бабенко привез всю семью. В городе у него живет много родственников, есть с кем повидаться. Но первая остановка официальная в кабинете губернатора. Несколько совместных фотографий на фоне во всех смыслах драгоценного трофея, и стороны обмениваются подарками. Следующий пункт временного пребывания кубка Гагарина – дизель-арена. В спортивно-зрелищном комплексе нападающего «Динамо» уже ждали пензенские любители хоккея. Самые главные болельщицы Юрия Бабенко – его дочери. Даниэла до сих пор вспоминает, как младшая Кристина отреагировала на победу папы. Она в последнюю минуту прям кричала «Динамо Москва! Динамо Москва!» Мама позвонила и сказала, что ваш папа стал чемпионом России. И Кристина прям радовалась, она прыгала на стулю. Наплыв болельщиков пришелся на вечер, когда во дворец прибыл сам «Триумфатор» для общения с земляками. Фотосессия сразу приняла грандиозные масштабы. Любители ледовой игры оказывали на форварда не меньшее давление, нежели омские ястребы в недавнем финальном противостоянии. Естественно, большинство вопросов было по поводу волевой победы «Динамовцев», за счет чего удалось переломить ход серии. Знаете, наверное, самый большой успех нашей команды состоялся в том, что все ребята, которые сидели в разбивалке и которые непосредственно выходили на лед, и ребята, которые не играли, во-первых, были единым пулаком, все мыслили одинаково, никакого негатива не было даже от тех ребят, которые не выходили в плей-офф даже ни одной игры. Все только позитивные энергии, позитивные эмоции. Болельщики узнали подробности биографии чемпиона и от первого тренера Вячеслава Баканова, и от Александра Касаурова, оказавшего немалое влияние на становление хоккеиста. Интересовались перспективами Юрия в «Динамо» и высказывали свое заветное желание – видеть пензенский дизель в континентальной лиге. Пока лишь остается болеть за земляков, выступающих в других клубах. Я очень рад, что я приехал в Пензу, я очень благодарен, наверное, КХЛ за то, что они разрешили и дали возможность привезти кубок туда и спортсменам в те города, куда они хотели бы поехать. Кубок Гагарина гостил в Пензе два дня, и каждый желающий мог прикоснуться к хоккейной истории. А Юрий Бабенко в это время продолжал работать на льду, давал мастер-классы для юных хоккеистов, открывал новые секреты мастерства. Кроме того, продолжал делать привычную для чемпиона работу, давал автографы, фотографировался. Судя по всему, у динамовцев в Пензе в эти дни появилось много новых поклонников.